Всем привет! В эфире Универ Ньюз и я его ведущая Маша Фоминых. Новости никогда не бывают скучными, особенно если они студенческие. Так что усаживайся поудобнее и смотри, что подготовила для тебя наша команда. Как сочинить законный литературный мотив? В Казани подвели итоги державенских чтений. Кто здесь самый умный? В КФУ прошла игра «Что, где, когда». Ничего не утаили. Институт химии попал под взор Сауди Арамко. В Казанском федеральном университете прошли державенские чтения. Подробнее в следующем сюжете. Сегодня в рамках КФУ были подведены итоги 12-й Всероссийской научно-практической конференции «Державенские чтения». Напомним, годом ранее было принято решение о том, чтобы КФУ стал постоянным домом для проведения этого форума. В конференции приняли участие более 400 студентов, аспирантов и преподавателей со всей России. Участники представили свои доклады по актуальным проблемам национальной правовой доктрины, причем как с теоретической, так и с практической стороны. Спикеры отметили чрезвычайно насыщенную программу мероприятия и выделили несколько ярких представителей. Одним из самых активных участников стал 15-летний студент Северо-Кавказского университета Низами Меликов. Тема его проекта коснулась пожилых людей. Мой проект в основном представлял современная политика в отношении граждан старшего поколения в Российской Федерации. Казалось бы, пенсионный возраст пожилых людей, интеграция и социализация пожилых людей. Основное преимущество данной конференции – это объединение студентов, аспирантов и преподавателей. Ими было приложено немало усилий, благодаря которым каждый год привлекается все больше и большее количество участников. Проделан действительно большой труд. Я думаю, что год от года наши компетенции, наши знания будут возрастать, и конференция будет все более масштабной, все более значной, а ее решения будут звучать все более и более широко. Ильхам Низамеддинов, Регина Файзуэльна, Руслан Урозаев, Универ Ньюс. Буквально недавно Высшая школа журналистики и медиакоммуникации КФУ начала свою плодотворную работу. И результаты не заставили себя долго ждать. Подробности далее. Высшая школа журналистики и медиакоммуникации КФУ продолжает принимать важных гостей. На этот раз стены школы посетили представители Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени Михаила Бонч-Бруевича. Стоит отметить, что именно там дан старт первому в России студенческому телевизионному СМИ. Более того, гости вуза представляют техническое телекоммуникационное сообщество Российской Федерации студентов, членом которого является Казанский университет. Делегаты в КФУ далеко не впервые. Они с положительной точки зрения оценили работу Высшей школы журналистики и готовы продолжить с ней плодотворное сотрудничество. Ваши ребята были у нас в Санкт-Петербурге. И впечатление замечательное. Вы развиваетесь всеми мильными шагами. И я надеюсь, что мы от вас не отстанем. И призываем вас продолжать сотрудничество. Надеюсь, что все те, кто работали с университетом Бонч-Буревича, довольны. Им понравилось все. Настоящий геолог найдет работу даже под землей. Но не стоит принимать этот факт слишком буквально. Возможно, ваше место под солнцем кроется в нашем следующем сюжете. 19 октября Казанский федеральный университет посетили представители крупнейшей компании по добыче нефти. Для столь важных гостей была организована увлекательная экскурсия по ВУЗу, во время которой делегаты смогли по достоинству оценить возможности университета и уровень подготовки будущих специалистов в области химии и геологии. Представители Саудовской Аравии поближе познакомились с современными лабораториями Института химии и обсудили возможные совместные проекты. Делегаты не пожалели своего времени, чтобы изучить институт полностью, периодически задавая волнующие вопросы. Заинтересованная в дальнейшем качественном пополнении штата компания наверняка решила посетить Казанский федеральный университет не случайно. Особое внимание было уделено условиям и возможностям подготовки выпускников. Можно не сомневаться, сотрудники Саудио Арамко были приятно поражены возможностям КФУ. И вовсе не исключено, что совсем скоро штат Саудио Арамко пополнится молодыми, высококвалифицированными специалистами старейшего ВУЗа России. Адель Шамилова, Руслан Урозаев, Универньюз. О чем рассказывает Всемирная сеть сегодня, предлагаю узнать в нашей традиционной рубрике Вебньюз. Рустам Миниханов прибыл в Дюссельдор для участия в выставке пластмассы Каучука К-2016. Выставка является крупнейшей в мире области разработок, научных изысканий, производства и технологий, а также использования пластмассы Каучука. В Татарстане построят новую трассу Казань-Набережной Челны до 2018 года. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан Ленар Сафин. Казань примет участие во всей российской кампании «Свобода движения». 22 октября в Казани состоится лекция, которая направлена на популяризацию одного из самых полезных, простых и доступных видов фитнеса и призван помочь людям стать активнее и энергичнее. В Казани откроется выставка «Город роботов», которая пройдет с 27 октября по 27 ноября. Посетителям покажут 52 робота, среди которых роботы-гуманоиды, знаменитая собачка-робот AIBO, роботы из кинофильмов «Звездные войны», а также другие достижения инженера со всего мира. В Доме актеров Казани начинаются показы детских спектаклей. 23 и 30 октября детско-татарская театральная студия «Нур» представит маленького принца и болтливую утку. Казанский «Зенит» стартует на клубном чемпионате мира. Для Казанского клуба это уже пятая попытка заявать официальное звание сильнейшего клуба планеты. Чемпионат мира по керлингу в Миксте стартует в Казани. Год назад на чемпионате мира в Берне сборная России одержала 7 побед, 8 матчей групповой стадии. Однако в итоге довольствовалась лишь четвертым местом. 20 октября в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации КФУ пройдет студенческий фестиваль летней практики «Телелестница-2016». В программе презентация первокурсников, демонстрация лучших работ, встреча с ведущими тележурналистами Казани. Международная научно-практическая школа от нейрона к мозгу проводится в КФУ уже второй раз. Участники школы это студенты старших курсов, аспиранты и кандидаты наук в области нейробиологии из разных вузов страны. Школа проходит в формате теоретических лекций и практических занятий. Здесь слушатели знакомятся с современными подходами, которые используют в нейробиологии. Кстати, после лекций с ведущими экспертами студенты пройдут практику. Практические занятия в школе уникальны, ведь ее учащиеся смогут самостоятельно выполнить эксперименты с руководством опытных инструкторов. А мы продолжаем. 19 октября студентам удалось проявить себя в спортивной версии телевизионной игры «Что, где, когда». 50 команд КФУ проявили себя в знании вопросов из самых разных сфер. Как это было, смотри в нашем сюжете. Каждый хоть раз смотрел телевизионную игру «Что, где, когда» и, может быть, задумывался над тем, чтобы поучаствовать в данной игре. Так, 19 октября студентам Казанского федерального университета удалось принять участие в спортивной версии «Что, где, когда». Конкурсом интеллектуальных боев подводится общий зачет. Собственно, награждается первые три команды, то есть первое, второе, третье место. И общий зачет награждается институт либо факультет, занявший первое место по общему зачету по пяти конкурсам. Это дебаты, эрудит, что, где, когда, попади в историю и как ты знаешь русский язык. По всему малому залу КСК «Уникс» разносился угол юных студентов, которые вовсю обсуждали заданные вопросы. По словам организаторов, всего было зарегистрировано 50 команд из различных институтов и факультетов. Ребята смогли отличиться не только своими знаниями в самых различных сферах, но и проявить креатив в названии команды. Так, ребята с факультета политологии дали название своей команде, связанной с их будущей профессией, будущей политики. Кто-то в честь современных исполнительных или исторических моментов. Большая часть участников пришли на игру уже не в первый раз. Они начали участвовать в таких интеллектуальных боях еще за школьной скамьи. Я начала смотреть, что, где, когда в шестом классе. Меня эта игра очень привлекла и заинтересовала. В девятом классе я решила попробовать себя в качестве игрока и пришла в команду своей школы. У нас был очень хороший тренер и наша команда достигла очень больших успехов на городском уровне и на региональном. Сущность игры, чтобы проверить свою общую юридицию. Не бывает какой-то сильной сферы. Ну, я так считаю. Либо ты знаешь немножко обо всем, либо ты не играешь что, где, когда. Спортивная версия игры «Что, где, когда» – это отличная возможность проявить себя в сплоченной команде и показать то, на что ты способен. Диана Шилова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс. На этом у меня все. Улыбайтесь шире, улыбайтесь чаще. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!